Этот житель Камеруна делится страшными воспоминаниями через сетку, которая ограждает лагерь для беженцев на итальянском острове Лампидуза. Недавно он решился на опасное путешествие через Средиземное море, чтобы из Африки перебраться на территорию ЕС. Переполненная лодка попала в шторм. На помощь пришла береговая охрана Италии. «Мы позвонили, нам сказали подождать 10 минут. Через 10 минут они прибыли, чтобы нас спасти. Благодаря им мы выжили. А так все бы утонули». Поисково-спасательная операция продолжалась целый день. По данным береговой охраны, спасти удалось 13 мужчин и 9 женщин. «Не знаю точное число. В лодке было около 60 человек. Когда спасатели прибыли, они бросили нам верёвку. Вот как всё было. Лодка перевернулась, и все опустились на дне моря». Из воды также достали тела 13 женщин. «Среди выживших только три мальчика. Остальные на дне моря. Мне сложно говорить. В горле ком. Не могу лучше описать. Двое новорождённых и двое маленьких детей упали в море. Никто не выжил. Погибло много женщин». Большинство пассажиров были из Туниса, а также из стран к югу от Сахары. Спасательных жилетов ни у кого не было. Как предполагается, лодка начала путь от берегов Ливии, потом сделала остановку в Тунисе, затем направилась на Лампедузу. Остров находится в 200 километрах от Сицилии. Он как магнит притягивает мигрантов, которые прибывают туда в надежде на лучшую жизнь в Европе. Между тем, Италия в последние месяцы ужесточала миграционные правила и отказывалась принимать мигрантов в судов гуманитарных организаций. Она говорит, что её центры переполнены и что беженцев нужно распределять среди всех стран ЕС.